это я насколько понял все свидетельства да все вы будете свидетельствами я первый хочу просто жертву подяга жена моя не там слава богу то есть я хочу просто поблагодарить бога за за это лето за это отпуск тоже принести жертву подяга благодарности я уже свидетельствовал за то что как я верю что чудо есть как бог сохранил и как пальмовая ветка не оказалась у меня на голове для меня это просто чудо то есть насколько я понял что бог как жизнь контролирует что в самом начале отпуска сыну сказал так он посмеялся теперь папа понял речи эти куртку кожаную подарил тут говорит надо ходить по аллеям в кожаных куртках ну так с юмором то есть отнесся я думаю слава тебе господи что на голову эта ветка не громыхнулась передо мной буквально наверно метров шесть пять я рассказывал ситуацию пошел на молитву и дерево и цветок и мне этот цветок так смотрю на него красивый сфотографирую и буквально эти пол минуты или минута которые я поставил они как раз были тем временем что видать дьявол сидел и пилил ветку на пальме сегодня даже на эту фотографию посмотрел и в соцсетях выставил кто-то не понимает что это за улица и что за мусор как раз тот мусор должен был меня на голове быть я посмотрел высоко летела с такой скоростью что даже не успел испугаться только потом понял думаю вау а могло бы быть совсем по-другому по-другому отпуск бы провел бы или а может уже и и и закончил бы да сразу как раз вошел где погиб при исполнении вроде ж на молитве был да и на мои погиб при исполнении служебных обязанностей на молитве молился бог богу конечно и смешно и смехи и грех но слава богу бог хранит и за это устройство за людей насколько бог принес устройство их и хороших людей на путь послал и и устройство дал и с финансами и устройство друг с другим я одно могу только сказать господь спасибо тебе что многие молились и мне а мы за вас молились мама моя позвонила тоже говорит я церковь замолились за за перелет я говорю ну я вам хочу сказать перелеты были как слава тебе господу не с даже и не заметил единственное что забыл только попросить чтобы за адаптацию молились что две недели никак вписаться не мог понять где я и что со мной происходит но сава богу вроде и тело приземлилась и душа приземлилась поэтому большое спасибо будем ждать теперь следующего благословения насколько бог верю что может благословить давай я подержу подпаде 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 жиры а ты отдыхай да да нет а я просто знаю что чуть-чуть тоже дьявол плоть атакует я сам женька давай давайте кто давайте встройтесь шагусь ревняйся шагусь рецепт конечно немного волнуюсь как бы первый раз свидетельствую но тем не менее когда-нибудь это надо сказать во первых сегодня день благодарение я хочу поблагодарить господа что у меня нашел я его не искал это точно он меня нашел привел сюда в церковь я благодарен благодарен за то что он познакомил меня с такими людьми с директором с пастырем ну прекрасно сестры братья я не знал что есть этот мир что есть такая возможность удивительно в мире такого нет знаете есть сто восемнадцатом соломе я что-то его вспоминаю постоянно такой стих объявил я пути свои и ты услышал меня научи меня своим уставам удали от меня путь лжи и закон свой даруй мне я избрал путь истины поставил пред собой суды твои то есть я избрал этот путь понимаете потому что это единственный путь по которому можно пройти тот путь который нам предлагает тот мир это конечно забанчиво там я уже убедился в этом что много очень пустого и в то время знаете я воспитывался в такой семье у меня отец был инженер ну тогда в то время советское он был первым секретарем парт организации мать учительница и за у нас летал этот дух атеизма такой как бы бога нет и мне этот остался остаток в душе и как бы мораль была но она была пустая не было той духовности не было ну того мира который дает бог и как бы знаете чувствовал что нету того что человеку должно 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 быть вот этого божественной этой любви агапы и когда я попал в эту церковь это увидел и ну и я благодарен и полностью признаю себя побежденным и преклоняюсь перед богом и благодарю и буду благодарить всю жизнь потому что так должно быть аминь добрый вечер церковь тоже хочу поблагодарить господа тоже бывший наркоман прошел реабилитацию на реабилитационном центре конечно уже это было давненько и уже где-то начинаешь забывать как на наркотиках было страшно но я не об этом хочу поблагодарить господа за то что он восстановил полностью восстановил и подарил новую жизнь во всех сферах то есть но если начать например даже с той же работы с профессия я по профессии юрист если вы слышали чтобы стать хорошим юристом надо пять лет проучиться в институте как минимум еще пять лет у тебя должно быть опыта я же когда покаялся мне было 25 лет у меня было два курса за плечами которые я прокололся потом мне там сказали что но отец умер мать и стало жалко уже методиста матери что она за наркомана платит говорят ну давай-ка ты наверное ну уходи покаялся все 25 лет два курса лёша со света ну восстанавливайся в институте там давай двигайся в этом ну потому что думаешь ну куда куда двигаться 25 лет не связи ничего там восстановился начал учиться и через полгода бог приводит на мой путь в нашу церковь юру братыщенко на тот момент он уже юрист десятилетний ну практикующий юрист здесь ну с десятилетним стажем но это очень серьезно очень хороший юрист и когда бог его вложил в его сердце он взял меня на работу и начал от всего сердца учить вкладывать меня то есть посылать на суды сразу же то есть грубо говоря я уже восстановившись на этом курсе я уже ходил выступал в судах и все то есть на данный момент можно сказать что благодаря господу это подарено господом эта профессия его милостью я более-менее состоялся как юрист так что в этом я тоже ну по плоти не приобрел ничего слава господу также хочу поблагодарить как говорится знаете что жизнь наша сокрыта в господи то есть на протяжении всей этой ну там десяти лет да случались кризисы случались разные ситуации то есть не такая гладкая была жизнь я хочу поблагодарить людей которые ну были в это время со мной поддерживали именно церковь которым бог давал благодать где-то меня выслушивать где-то меня поддержать потому что например первые годы там часто звонил там светлане ивановне за поддержку она меня выслушивала бывало что я мог не полчаса разговаривать любое время когда мне было тяжело то есть у лёша дарина то есть у людей была благодать и господь как-то давал любовь меня бог помиловал так вы я про вас сейчас скажу подождите вы уже потом вы потом уже в серьезном самом же вы же помните я проще я почему телефоном с наушниками пользуюсь потому что у меня рука болит это тоже очень важно хочу сказать когда вот действительно когда ты не утвержден когда тебя поддерживают ну и конечно когда случались серьезные кризисы хочу поблагодарить вас пастырь за поддержку анжелу лёшу дарину за то что где-то были в эти моменты особенно знаете когда вот с вами пастырь общался ну когда вот вы помните эти моменты никто это да 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 думаю боже это ж наверное не только я наверное с таким не вспоминал не только я с таким прихожу и выношу думаю как это все ну вместить так что спасибо большое за это сын у меня отличная семья слава господу так же уже дьяконам доверил господь да дьяконам сына но единственное действительно хотелось бы покаяться по прошествии 10 лет и все-таки вот знаете бог сказал израильскому народу помни главное откуда эти взял а где-то ты вот начинаешь уже забывать где-то уже наркотик становится у тебя какой-то шуточкой что-то вроде бы ты забываешься это проклятие все ну эти все ужасы это просто когда ты себе не принадлежишь а уже не воспринимаешь тарас сидим к практически в каждое воскресенье они собираются железная лига играет футбол и ты смотришь на тараса с сыном женой приезжает ты смотришь и когда начинает говорить каким-то о каких-то деловых вещах там юридически ты смотришь может неужели то есть вообще могло быть когда начинал в каком болоте было ты думаешь боже мой насколько ты на самом деле велик вот если бы не бог неужели этот человек бы стоял восстановленный вот на самом деле восстановлен не было такого не было такого сколько еще людей таких которых тоже пройдут через это и будем тоже слышать я 10 лет 10 лет назад я был такой а бог явил допустим как женька я с ним разговариваю он за свою жизнь раз рассказывал как он прошел окончил университет в москве отучился здесь на хорошая работа специально все но дьявол когда берет в оборот как как в это ты попадаешь как в мясорубку такую или ты все пух выпал человек я с я слушал думаю боже мой да этот остров репцентр даже за 23 человека он должен просто быть то есть чтобы вот эта милость чтобы бог мог явить и явить милость для таких людей чтобы поднять и кто-то мог сказать спасибо тебе спасибо тебе господь сколько людей которые уже сегодня где-то по по стране по миру которые прошли через этот репцентр и в этом году кто-то сколько у нас человек у 10 человек дошу 10 и вы знаете мы и больше не и не хотим почему то что мы хотим чтобы какой-то плод какой-то результат да можно собрать человек 50 никаких проблем а что ты потом будешь делать со всем этим я верю что время придет когда и больше будет и и лучше будет и мы не знаем что нас в следующем году ждет и как все обернется как бог будет благословлять тарас я прошу прощения аминь слава богу да жена за сына чудесная просто семья это только бог добрый вечер церковь братья и сестры вообще я благодарен богу я благодарен вообще господу за то чтобы стоять здесь я нахожусь а здесь благодарю бога и вообще-то ну нельзя словами передать я хочу поблагодарить господа господи я благодарю тебя за все что ты дал что я здесь что я прошел этот ну честно хочу сказать это наверное самый чудный прекрасный год в моей жизни и вообще когда думал на остров как там остров палатки сейчас понимаю что ну ничего лучшего наверное я хотя немножко и поездил ничего лучшего я не проходил и когда ты ощущаешь когда бог делает свою работу когда он тебя учит дает понимание мудрость любого доброту это вообще чудно прекрасно и великолепно я благодарен директор я благодарен пастору за все что мы общались да первым делом конечно господи за то что я все это имею за то что я нахожусь здесь и хотелось бы это конечно не потерять и пронести через всю жизнь благодарен вообще всей церкви за то что молятся за реп центр и мы молимся находимся в этом служении молитвенном слава богу всем спасибо я вас всех люблю теперь все зависит от тебя аминь бог дал самое самое большое приобретение от осознания того что не потерять потому что на самом деле можно в любой момент потерять не случайно притча о блудном сыне она есть что имел время пришло когда потерял все растерял давай добрый вечер дорогая церковь я хочу вас поприветствовать от имени всего реабилитационного центра ну и так как сегодня день благодарения господа то я хочу поблагодарить господа за то что я попал в этот реабилитационный центр хочу поблагодарить и служителей группы я не один что год тому назад провели меня в реабилитационный центр у меня была алкогольная зависимость я у меня не было никакого никакого выхода я не знал что делать не знал куда деваться ну девочки из служения 1 плюс 1 1 плюс 1 чего так и провели меня провозглашай жену себе провозглашай 1 плюс 1 и кто-то ой какой какой красивый парень я благодарен также благодарен также директору репцентра алексею за то что он с пониманием отнесся ко мне благодарен также пастору господи что тоже отнесся ко мне с пониманием и всему коллективу благодарен за то что поддержали меня в трудную минуту слава богу где у нас в дианку дианку тоже благодарить да оп тоже с медалями ну молодец добрый вечер церкви будьте благословен я хочу поблагодарить бога за то что он меня нашел избрал вот научил также благодарю бога за ним за домашнюю группу также хочу поблагодарить бога что он меня благословил хорошей поездкой в одессу там у меня были соревнования по плаванию вот и я заняла два первых места вау рядом чемпионом фото 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 рать не взяли ай на 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 ну ладно и спасибо всем что молились за меня господи благослови нашего чемпиона ты уже чемпион по теннису чемпион да по бомбинтону по плаванию боже мой пятиборья пятиборья самый настоящий молодец умничка да молодец давай а чего нет чтобы у нас тоже паралимпий был ой 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 медалями умничка не на как приятно да боже мой пусть вас бог еще больше благословит потому что в тот плод то поле в которое бог вас поместил и мужа пусть благословит семью вашу пусть благословит за вашу верность знаете некоторые поубегали оттуда я туда им проповедника дал и проповедник наверно приходится вам самим проповедовать здесь есть сережка да слава богу но я всегда вижу вас его редко вижу вас чаще вижу тут слава богу поэтому пусть бог благословит за вашу верность вот эти видеть просто плоды потому что ободрять вот сегодня даже ребята с ребенком смотрю вообще такие такие чады сын полка сын полка сын полка это сын церкви то есть бог благословил просто таким ребеночком пожалуйста я хочу поблагодарить господа за его милость за то что он хранит нас вчера я ехала рейсовым автобусом большая скорость и переднее колесо справа отлетела хлопок такой я только успела мысленно кровь иисуса на автобус и слава богу автобус благополучно так остановился а так ощущение такое что сейчас в квету так спасибо тебе господь да я это знаю тоже на своей жизни так пережил я тоже хочу поблагодарить бога во первых хочу поблагодарить за церковь в которой я расту в которой я меняюсь за спасение за искупление господа благодарю вот спасибо ну большое спасибо за молитвы за ваши пастор молитвы за за молитвы за этого за это чудесный реабилитационный центр который для меня благословение вот из-за каждого из-за каждого потому что их не хотела об этом говорить но вчера была такая ситуация что мой муж ну почти уже умирал я не знаю ну было ему очень плохо я позвонила сестре полине с ней молились и мой муж сегодня уже жив здоров пошел на дачу это слава богу да я верю что он будет долго жить и будет здоровым хочу поблагодарить бога за то что я уже 11 лет работаю и у меня есть такая чудесная работа за то что я могла объездить много много раз украину проехал при этом я даже уже не знаю сколько километров десятки тысяч наверное километров что что могла послужить каким-то людям вот и всегда была гуманитарная помощь бог наполнял склады бог ну вообще бог бог чудный он каждый день нам открывается по-новому он все знает про нас и он просто хочет чтобы наши сердца были открыты для его служения и мы только лишь ну как бы каналы для того чтобы где-то ну что-то получить кому-то отдать я так часто вижу это и и он все время наполнял мои руки все время наполнял склады гуманитарной помощью это можно было раздавать многим многим людям спасибо тебе господь это только твоя еще хочу поблагодарить что неделю назад мы возвращались со служения вот и со мной была одна подруга из краматорска мы шли и на перекрестке там такой большой перекресток сзади нас чуть не столкнулись две машины на скорости это было буквально секунду секунда мы просто отошли и могла быть просто большая авария но как-то так мы шли на зеленый свет переходили а эти две машины значит кто-то вдруг резко решил повернуть направо и бог нас сохранил и вы знаете я мы я так думаю что господь нас сохраняет по жизни много раз на много раз мы просто этого не замечаем иногда я сейчас тоже вспомнила один случай когда когда еще давно работала в кабмине и там очень высокое тоже это здание и это была зима я бежала со ступенек спускалась и буквально несколько шагов сделала а сзади меня упала эта глыба льда громадная и знаете я села в машину и чуть машина не попала в аварию но господь опять сохранил еще хочу поблагодарить бога за то что он меняет мой характер и я много ну как бы сталкивалась с людьми которые ну как бы и против меня что-то там имели какие-то там замыслы но господь все разрушал и знаете этих людей уже давно рядом нет бог меня выводил из таких сложных ситуаций много раз и бывало так что такие сложные ситуации были что я просто плакала ночами и кричала господь о помоги и бог просто давал слово я помню мне дал слово иди дело это твое дело я поняла что мне нужно делать тогда я просто действительно я поняла что о чем не бог говорит что я должна делать и это меня вылило из той ситуации и много-много раз в жизни бог меня выводил из этих ситуаций слава богу благодарю его и славлю его спасибо господь слава бог а сейчас пока вы свидетельствовали то что я в духе увидел что перед вами стоит лестница и эта лестница она как ступеньки которые наверх я внутри своего сердца слышу что есть мечта которую бог будет вкладывать ваше сердце не вниз а вверх вот то что бог будет делать бог бог будет благословлять от ступеньки ступеньки ступенька за ступенькой по которой он будет поднимать за ту верность знаете с лёши мы разговаривали смотришь на репцентр то обычно говорят там одеты там от гучи там или от еще от кого-то говорят а это от кого-то от валентина иванова новая фирма от валентина иванова но не хуже чем какие-то поэтому пусть бог благословит да потому что я понимаю что кто-то если был бы там то наверное на служение приходил бы в бобровой шубе такой а ты когда смотришь скромный человек слава богу я знаете меня когда-то через одного человека господь благословил дал мне три натуральных шубы они все на меня не налезли натуральные там с импортные шубы и я ну ну б.у. но очень хорошая я их раздала быстро я не помню даже кому и потом приходит еще одна шуба но уже которая на меня была так что господь и благословляет и одевает и обувает и все я помню еще знаете бывает такое что ты тебе некогда даже бывало раньше что я проезжала мимо магазинов мне некогда было сходить в этот магазин вообще в магазин мне хотелось зайти в магазин купить себе что-нибудь и деньги были и все но мне некогда было я помню я стою на складе перебираю эти какие-то тряпки и думаю господи я так хотела вот это вот это вот это и вот там еще и вдруг я знаете засовываю руку в ящик я достаю вот это вот это и вот это это для меня было ну такой просто бог он он вообще он просто потрясающий классный бог вот такой слава господу церковь хочу засвидетельствовать и поблагодарить господа за прекрасный инструмент который появился у нас церкви вы знаете конечно пройти путь определенный закончить музыкальную школу тридцать четыре или тридцать пять лет назад не брать инструмент 28 лет в руки потом выйти сыграть с хором потом взять гитару на которой знал пять песен и тоже что-то начать изображать я понимаю что это все благодать на самом деле это великая незаслуженная милость мною милость ко мне от бога поэтому благодарю призываю просто благодать на то чтобы освоить этот инструмент чтобы имя божье оно было прославлено на этом месте благодарю также за семью благодарю за то что сын мой служит это для меня большое просто большое благословение спасибо за служение в которое я попал потому что я не просто пришел служение прославление это какой-то ну трансформация какая-то духовная такая потому что но остывание оно очень такое своеобразное в жизни проходишь разные этапы и когда наступает такие вещи ты даже не замечаешь но когда я попал в группу прославления несколько даже откровений которыми делилось как словом анжела с нами и честно вам скажу у меня просто атомный взрыв внутри поэтому если у кого-то есть какие-то скрытые и дары и таланты не доводите до взрывов приходите сдавайтесь в плен пускай господь вас всех благословит слава богу ну и что это это пережили да уже год серёжу год уже служишь да уже год правда вот да уже год уже почти почти год ну в хоре да я имею ввиду ты у нас и там и там и там и слава богу потому что в середу тех кто были новый инструмент так звучит я слушаю думаю вау я когда-то в уренгое был и после служения домой пришел и просто телефон был youtube включил я смотрел youtube клип музыка там играла сейчас я даже артист агутин 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 правильно агутин агутин и он с кем-то пел там да и там парень на аккордеоне играл я смотрел думаю вау это так классно было чтобы у нас в группе прославления был такое аккордеон то это видать надо было вот это так помечтать не открытку подали чтобы ваши там мечты сбылись надо быть аккуратно то есть слава богу хотя и до этого ребята послужили слава богу я не не знаю здесь сейчас но я вижу что бог все равно церковь не оставляет я я верю что что будет благословил и дальше будет благословлять почему потому что то что я увидел то что я увидел благодать она в церкви остается люди уходят но вопрос в том что благодать она дана телу она остается в церкви вот что самое удивительное вот что самое удивительное у меня в какое-то воскресенье лёша сделал фотографию я вышли мне он выслал мне фотографию я на него смотрю на эту фотографию у меня такое даже когда уходят люди из церкви благодать она будет оставаться в церкви она будет ждать того на кого в чу жизнь она придет поэтому ты увидишь ты решила трансформация да я могу сказать что анжела она помазана она благословенная она много в своей жизни прошла и я знаю что бог и приведет ее в обновление и еще больше даст потому что то откровение которое есть в ней и которое она высвобождает она производит во многих людей людях взрыв и еще будет производить взрыв это на самом деле бомба которая бог приготовил для последнего времени будут взрывать то есть да есть этап и то что будет делать но ты то что ты увидишь что трансформация она будет не только физически ты увидишь она будет вернее не только духовно она будет и физически происходить то что бог благословил дом за верность что сын служит потому что на самом деле это самое чудесное то что ты можешь видеть когда твои дети они служат больше радости для отца для матери нету когда ты видишь своего ребенка служащим но ты увидишь и в физическом мире Бог будет благословлять. Бог будет насколько благословлять и сделать тебя благословением. Почему? Я вижу, что на церкови есть благодать. Сегодня люди есть, кто призваны в церкви, призваны в церкви быть даятелями. И вопрос в том, что есть благодать на церковью и есть то, что Богом будет высвобождено в жизнь некоторых, которые я называю творческой благодатью. Я планирую, может, в этом году или в следующем году, как Бог даст, буду об этом говорить. Я верю, что с этим словом придет еще обновление, придет сила, и Бог будет благословлять. Благословлять. Я не знаю, сейчас Валентина Ивановна ушла, а я эту лестницу, я вижу, я не пойму, почему, с чем это связано, но я вижу лестницу, которая к небесам. Не могу сказать лестница Якова. Я ее назову лестница церкви силы веры. Я верю, что это служение как обновление, как начало новых шагов для некоторых в ихней жизни. Алюся, ты хотела что-то засвидетельствовать? Сережа, спасибо. Ты хотела? Давай, быстро только скажи. Быстро. Потому что так все говорили там про то, что там сохранил, там сохранил, меня тоже сохранил. Чуть машина не сбила, шла по бульваратуру Сашевченко, и просто пришло сообщение, я его, если бы не открыла, ехала три машины в светофоре. Последняя, я не знаю, скорость была бешеная, и если бы сделала шаг, меня бы точно не было. Последняя бьет вторую, это первая улетает вообще переворачиваться, вторая машина вот так делает. Я к мальчику, мальчик вылез, все хорошо, и с третьей там выходят люди, и это было, знаете, как-то так... Думаю, вот это со мной, это я, я там быстро тому пишу, там звоню брату, что-то сказала, вроде, да, звонила, говорю, жива, как-то так, ну страшно было, на самом деле. В общем, Бог сохранил, слава Ему и хвала. Слава Богу. Дьявол пофигается как, ух ты, не сбудется, не состоится. Кто служит в этом доме, все, достаточно, хватит, не сбудется, не состоится. Во имя Иисуса. Подходите, пожалуйста.